Доброе утро всем, кто начинает это утро вместе с нами. В этом году уральскому кинематографу исполняется 100 лет. Да, подробности с нашими гостями. Директором Свердловского областного фильма фонда Светланы Горда. Здравствуйте. Доброе утро. И пресс-секретарем Свердловского областного фильма фонда Татьяной Галинцовой. Поговорим сейчас, пообщаемся. С чего вообще все началось? История уральского кинематографа. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что история уральского кинематографа, мы обозначаем цифру 100 лет, это история начала кинопроката на территории Свердловской области. Да, в 1924 году началась наша история кинопроката. Государственного кинопроката. Государственного кинопроката, не частного. Частный был до. Он еще раньше начался, с Митинкова. В 1924 году, это важно, возникла государственная кинопрокат на Осетику. Значит, центр был в Екатеринбурге, и все малые города, где был какой-никакой, но все-таки киноаппарат, хотя бы, потому что кинотеатр был везде, где можно было повесить ткань белую, приезжали, съезжались, и сколько раз в месяц появлялся новый фильм? Вы знаете, все зависело от того, от кинопроизводства, которое происходило. Присылали фильм к нам из Москвы, несколько копий, которые разъезжались по Свердловской области и передавались из муниципалитета в муниципалитет. Мы тогда помним с вами, были передвижные кинотеатры, да? Когда к фильму приехал, вспоминаем, фильм «Человек с Бульвара». Да, это да. Ну, это-то вы помните. Да, это-то вы помните, конечно же, да. А были стационарные киноаппараты, большие киноаппараты, пленочные, которые стояли в домах культуры, в кинотеатрах тогда. В геренских клубах, везде. И привозилась пленка, индийское кино, 35 миллиметров, да, вот такая пленочка, на нескольких бобинах, и демонстрировалась, и перевозилась дальше. Вот, активно тогда начинала развиваться, надо отметить, что новая профессия. А это, да, киномеханик. Да. Вы нам подсказывайте, пожалуйста. Киномеханик. А у нас развивалась профессия. Надо было вот эту вот пленочку, она вот когда пройдет по нескольким кинотеатрам, киноустановкам, надо было ее реставрировать, потому что перфорация рвалась. И каким образом? И наши специалисты обрабатывали ее спиртом, увлажняли, специальный клеющий материал был, который перфорацию назад возвращал, да, чтобы фильм показывался дальше. Было же несколько категорий кинопленки. Первая, вторая, третья. Категория третья самая такая не очень хорошая. А, не очень, наоборот, хорошая. И зависело это от качества самого фильма или нет? Конечно. Вот у нас в Свердловской области, например, самые такие популярные фильмы были в то время. В 80-х годах, вот сейчас я отмечу, это Красноуфимский, например, район. Они очень любили индийское кино. Индийское кино и легкая эротика. Легкая. То есть все-таки было такое, да? Было. Ну, это мы про 90-е говорили. Да, уже в 90-х легкая эротика пошла. Так, давайте мы вернемся в нормальное русло. Давайте поговорим еще о статистике. То есть я понимаю, что кинопрокат все равно сейчас делится на две большие эпохи. Это пленочная эпоха и цифровая. Вот давайте про рекорды пленочной эпохи поговорим. Что, если знаете, и поделитесь, пожалуйста, каких рекордов добивались и доходили? Ну, наверное, интересные факты расскажем, да? На тот момент, как раз мы говорим про 20-е, 30-е и так далее годы, да, вот во время советского кинопроката у нас было около двух тысяч киноустановок, кинотеатров, где можно было посмотреть пленку. Кино на пленке – это Свердловская область. Когда-то у нас на балансе, мы всегда с гордостью и с любовью это вспоминаем, у нас стояли, значит, и лошадушки на балансе стояли, и киномеханики, которые тире были же и извозчиками, потому что, ну, а как еще можно было кино доставлять в деревни? Вот, это был очень популярный, конечно, вид искусства. И вообще нам очень грустно, что пленка, она быстро сейчас уходит, она, вернее, уже ушла, потому что только Свердловский областной фильмофонд показывает кино на пленке регулярно, и дом кино периодически. А во всей области больше кинопроекторов пленочных, к сожалению, не осталось. Но они остались у нас в нашем музее кино, поэтому, куда можно прийти и даже попробовать отреставрировать, и понять, как проходила реставрация, восстановление пленки вот во время нашего мастер-класса. 21 марта пройдет мероприятие, приуроченное к столетию. Чего ждать? Что будет интересненького? Что будет интересненького? Ну, начнем с того, что мы покажем уникальную кинопленку с киноаппарата. Она снята Митинковом, в фильме Митинкова, уникальные кадры исторического Екатеринбурга. Далее у нас будет премьерный показ, фильм, анимационного фильма, студия анимации инновационного культурного центра «Пуговица». И замечательный, пока мы держим тайну, не раскрываем, уникальный показ премьерный короткометражного фильма Свердловской киностудии. Это под названием «Урал снимаем и показываем»? Это мы запускаем цикл мероприятий с нашим громким названием «Урал снимаем и показываем». Почему снимаем и показываем? Потому что мы не можем жить без кинопроизводства, без режиссеров. Нам надо что-то показывать. Ну, само собой. События не только в Екатеринбурге. У нас в области события. Большое масштабное мероприятие, которое из Дома кино уйдет в область. В области у нас будет занято 100 площадок, более 50 тысяч зрителей мы ожидаем. Города. Какие города? На вскидку. 100? 100 городов? 100 сел? 100 городов. Но начнем с того, что, например, в апреле уже приедет Ярослав Жалнин, наш земляк, который снялся в фильме «Гагарин первый в космосе». И именно в Кинограде, в Верхней Пышме, в кинотеатре Киноград состоится творческая встреча с данным актером. И показ фильма «Гагарин первый в космосе», он ответит на вопросы, расскажет, как он пришел в профессию, поделится опытом. Далее у нас в Полевском, в Нижнем Тагиле, в Красноуральске. Ну, то есть у нас практически все города Свердловской области будут задействованы. У нас весной, например, поедет студия анимации инновационного культурного центра. А у нас в Нижний Тагил поедет Алексей Федорченко, кинокомпания «29 февраля» с своими самыми классными фильмами. Хотя у них все классные фильмы, конечно. Потом Иван Соснин и компания «Ред Пеппер Фильм», они будут в Полевском. Ну, то есть это вот мы назвали просто несколько мероприятий. А так будет очень много интересных фильмов, классного контента, на которые мы будем приглашать зрителей. Где вся эта информация? Она сейчас в процессе формирования, потому что мы 21 марта только стартанем. Все будет на сайте Свердловского областного фильма. Сколько будет длиться этот фестиваль? За конца года. 2024 год, конечно. Да, каждый месяц по 2-3 мероприятия. Мы, конечно, хотим вспомнить наших родоначальников. Вот Светлана правильно сказала о Вениамине Митинкове. Ведь он же не только заложил, наверное, начало такой пахальной фотографии в нашем городе. Но он именно самый первый поставлял оборудование для электротеатра. Ну, то есть это же как раз кинопрокат. Вот мы вспомним про Григория Александрова, который уехал потом уже в Москву. И снял прекрасных «Свинарку и пастуха», «Весна, весна», там, да, «Волга, Волга», вернее, «Весна». А он был первым букером на Урале. То есть это человеком, который расписывал фильмы для всей области. Нет, все-таки непонятно. Первый букер. Букер – это сегодняшнее модное слово, да, букер. А тогда это человек, который занимался составлением репертуара в каждом кинотеатре Свердловской области. А сейчас мы называем это «Роспись», да, «Роспись кинотеатра». Для меня-то «Роспись» – это когда раскидываешь вот эту вот пленочку и начинаешь что-то там обрисовывать. Это уже о другом, да. Но тем не менее. Ну, в общем, интересного очень много. Стоит и прийти в музей. Не музей кино, мы почувствуем. Не музей. Обязательно посетить мероприятие, которое будет в рамках празднования. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром и поздравляем вас. Спасибо. Вас снимает скрытая камера, да, сидите. Нет, нет, мы со своей раритетной камерой, она еще рабочая, мы сейчас сделаем такой кадр. Урал. Снимаем и показываем. Друзья, давайте скажем этот лузунг. Урал. Снимаем и показываем. У нас в гостях был директор Свердловского областного фильма фонда Светлана Гара, а также... Горда. И пресс-секретарь Свердловского областного фильма фонда Татьяна Голенцова.